И так, друзья, как я, собственно, говорил, ну, нано... Просто... Ну, выдохни, Господи, если выключение решит. Да, я знаю, что по правилам IBJF эти болевые положены только синим поясам и выше и так далее. А некоторые синие их ещё делать не имеют. Я решил, что белый пояс, который идет на пути к синему, должен прийти к синему поясу уже с каким-то арсеналом болевых на кисть, и чтобы новому синему поясу не было в диковинку. Поэтому на шоссе энтузиастов для белых поясов для мужчин с одного страйпа разрешены болевые на кисть, для девочек со второго страйпа. Но я оставляю за собой право какому-то конкретному студенту отказать в праве исполнения болевых на кисть. Это зависит от разных факторов и разных причин. Травмы не нужны. Но в любом случае, болевые на кисть разрешены, мы будем изучать, мы уже что-то изучаем, я регулярно показываю какие-то штуки с кистями. Но наши кисти должны быть подготовлены к тому, что мы будем отрабатывать какие-то техники болевых на лучший гасный сустав. Наша кисть должна быть готова к носительственным методам в ее отношении. В общем, нам нужно подготовить свои лучшедоказанные суставы к тому, что их будут гнуть, ломать не всегда в удобном для вас положении. Для этого предлагаю начать уже сейчас, дома, делать простейший комплекс для укрепления кистей. Часть первая, которую я показываю сегодня. Ну, во-первых, мы разминаем кисти, да? Обычные круговые движения, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Мы просто разминаем круговыми движениями. По времени ли, по количеству раз, как вам больше нравится? Вы можете это делать, там, в течение всего дня, ходить, крутить, там, оп-оп-оп-оп. Сейчас я не говорю про утяжелители и так далее, а в этом мы как-то коснемся в следующий раз. Холодильник чисто, да? Холодильник, да. Холодильник! Я сейчас представила, так, как колор-драк с холодильником. Получилось! Алло, тренер, у меня получилось. Разминаем кисти. Обычное сгибание кистей, да? Такие. Мы не дергаем вот так, да-а-а-а-а, просто сгибаем, сгибаем, да, в такую статику. Ну, вот, обратите внимание на мой угол, да, вот, такой гусик. Следующее упражнение. Мы берем большой палец, ну, и прислоняем его к предплечью, да? Оп-оп. Мы тянем, разминаем. Окей. Следующее упражнение. Руки вместе. Мы поднимаем вверх до максимально острого угла, прям вдоль груди. Оп-оп-оп-оп-оп. Здесь сохраняем уже напряжение. Разворачиваем вниз. И опять же до максимально острого угла. Здесь разворачиваем так же до максимально острого угла. Поначалу очень неприятное ощущение. Следующее упражнение, которое также можно делать, ну, не знаю, хоть 150 раз в день, а можно и 200. Я беру свою кисть. Беру ее вот таким вот образом. Да, как будто сам все-таки хочу сделать этот бросок, не помню, как он называется у Стивена Сигала. Вот здесь зада пястья, да? И вот здесь. Что я делаю? Я буду разворачивать свою кисть. Вот так вот лицом, ладонью от меня. Да? Такое движение. Вот так вот скручивающее получается движение. Оп! Такое гиперсапинация. Сапинация. И еще больше закручиваю в эту сторону. Вот это получается движение. Взялся за большой палец. Тоже самое погрутил. Не делайте никаких левковых движений. Просто приучайте свою руку к подвижности, да? Добавляйте мобильности. Простое упражнение достаточно, да? Ну и, собственно, самое сложное, но очень важное. Все мы знаем, что защититься от болевого на кисть легко. Достаточно сжать кулак. И выполнить болевую на кисть становится выражу сложнее. Итак, комплекс, который мы будем выполнять в позицию парлежа. Да? В такой высокой планке. Мы стоим на ладонях. После чего мы переходим на кулаки. Мы сейчас не стоим на кентасах, как каратисты. Нет, мы просто стоим на кулак, чтобы зафиксировать вот лучше запястных суставов. После этого мы переходим в такую позицию. Ставим какое-то время здесь, да? Видно все, да? Вот стою на тыльной стороне. После этого в следующую позицию разворачиваю прямо здесь. Сохраняя упор, ставлю на ребро ладони. После чего накатываю, ставлю опять на кулаки. Раз, два, три, четыре. Можем промежуточный период. Этап можно добавить. Такую историю. Возвращаемся на кулаки. В каждой позиции постоять буквально по 10 секунд. Выполнить весь круг. И снова пройти его. Я думаю, что 5 кругов, хоть 10 секунд в каждой позиции. На полу так стоять могут себе позволить только очень жесткие каратисты. Поэтому используйте какой-нибудь коврик для юги. Важно, чтобы это был один коврик, а не две салфетки на гладком полу отдельно под каждой рукой. Иначе в каждой позиции можно остаться без кистей. Еще раз. Пор лежа. Кулаки, кулаки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я это просто вижу, секунду, а ты нет. А, отлично. Собственно, достаточно простое упражнение. Level Up в этом комплексе. Добавить немножко динамики, которую уж точно не стоит делать на твердом полу. Ну, в техном случае, пока. Итак, упор лежа. Я подпрыгиваю, приземляюсь на кулак, на ладони, на кисть. Да? Так, подробно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Просто. Не делайте этого дома прямо сейчас. Перейдем к этому упражнению и объясню некоторую деталью его исполнение через неделю. Через пару месяцев пройти. Это все ради тебя, ради тебя. Только сиди дома.